Ну, а я передаю слово следующему незнакомому ресурсному центру. Я думаю, что большинство из тех, кто здесь присутствует, абсолютно не знает ничего про Сибирский центр поддержки общественных инициатив. Вот именно поэтому мы решили пригласить сегодня президента Межрегионального общественного фонда Сибирский центр поддержки общественных инициатив Елену Малецкую. Но вы понимаете, что я шучу. Мы очень хорошо знаем этот центр и один из старейших ресурсных центров в России, так называемых флагманских ресурсных центров. Но я уверена, что мы не все знаем о тех возможностях, которые есть в известных ресурсных центрах. И мы сегодня попросили Елену Мальцкую представить нам Сибирский центр поддержки общественных инициатив, может быть, с не очень известной стороны. Елена, пожалуйста. Ну, во-первых, благодаря, опять же, консультациям Дарьи Игоревне и ее сотрудников, после проверки мы поменяли название, поскольку у нас нет теперь формы, Межрегиональный общественный фонд. Мы теперь просто фонд Сибирский центр поддержки общественных инициатив. Наверное, тоже ни для кого не секрет, что я буду говорить не только о Сибирском центре. Как Марина выражается в группе компаний или, как мы говорим, холдинг Сибирского центра. И в отличие от многих других, у нас названия разные. Поэтому, если вы слышите ассоциация и на центр, которая тоже поменялась, было некоммерческое партнерство, то это фактически тот же самый Сибирский центр. И БФСибирский благотворительный фонд поддержки общественных инициатив, благотворительная организация. Сибирский – это, соответственно, наши организации, которые входят в наш холдинг и в группы компаний. Значит, мы, естественно, все равно делаем все то, что делает все ресурсные центры. Консультируем, обучаем, оказываем методическую помощь. Консультации по всем вопросам деятельности некоммерческих организаций. Они проходят, естественно, в бесплатном режиме, потому что мы ведем эту деятельность в рамках проектов, поддержанных фондов президентских грантов. Значит, что, наверное, еще мы делаем, в том числе и программы обучения. Но мы, конечно, специализируемся, наверное, еще на том, что мы администрируем или сопровождаем грантовые конкурсы различных операторов, бизнес-организаций или государственных программ. В том числе они могут быть действительно разные с точки зрения того, что или мы сами выдаем деньги, или мы занимаемся только тем, что мы, соответственно, просто готовим документы, помогаем с обучением заявителей, потом, соответственно, помогаем им и мониторим эти проекты, но сами деньги не выдаем. И здесь мы можем разрабатывать как грантовый конкурс под ключ, условно говоря, так и какие-то соответствующие документы или что-то одно. Здесь же проходит и программа обучения. Вот в последнее время очень большой запрос на подготовку экспертов. И на нашем сайте вы можете найти обучение, которое осуществлялось для экспертов в рамках тоже проекта, поддержанного фонда президентских грантов, который проводил как раз и надцентр. Три вебинара по тому, как оценивать или проводить экспертизу заявок. Ну, соответственно, поскольку экспертиза заявок – это специальная деятельность, которая осуществляется в рамках оценки проекта и программ, вот мы занимаемся оценкой проекта и программ. Здесь, когда я говорила с организаторами, мне сказали, вот куда идти, какой первый шаг, какой второй. Ну, здесь я могу сказать так, что если у кого-то возник запрос на проведение оценки или проекта, или программы, или там еще что-нибудь, он в первую очередь, даже если он поступает через кого-то из наших сотрудников, кто специализируется на оценке, он все равно приходит ко мне, и здесь мы начинаем выяснять, что же вам на самом деле нужно, да, и каким способом провести оценку. И это, конечно, зависит от количества средств, которые у вас есть на это дело. И, соответственно, мы и проводим такую оценку в зависимости от того, что какими методами и сбор информации происходит и все остальное. Могу честно сказать вам, что за последнее время у нас возникла даже некоторая специализация, которая связана именно оценка программ с детьми, вот, и это тоже требует там специальной определенной подготовки. А второй аспект, это связано, фактически, нам запрос все равно был на рекомендации и проведение страт планирования этих организаций после проведенной оценки на основе тех рекомендаций, которые давались. Поэтому, естественно, мы занимаемся сопровождением, и занимаемся именно тем, что можем проводить стратегическое планирование для команд и для соответственной территории. То есть, еще раз хочу подчеркнуть, что мы занимаемся любыми аспектами по обучению, консультированию, методической помощи, которые касаются деятельности некоммерческих организаций и обучения. Но я бы сказала, что наша, все-таки, специализация, наверное, здесь, это повышение общественной активности и вообще вовлечение граждан в, ну, такую деятельность сообществ, это проведение грантовых конкурсов, это оценка и управление некоммерческими организациями. Значит, я еще раз подчеркну, да, ну, и еще стажировки. Стажировки могут быть как специальные, в частности, вот у нас там была стажировка по делопроизводству и бухгалтерскому учету для ресурсного центра, и, соответственно, это может быть общая стажировка по организации работы ресурсных центров или некоммерческой организации. Большинство вещей, еще раз повторюсь, мы делаем бесплатно в рамках своих программ, но стажировки и, скажем, которые идут по отдельному запросу, или обучение команд, или оценка, они проходят в рамках, ну, отдельных контрактов, вот, и отдельных, соответственно, оплатных услуг, так же, как и администрирование конкурсов. Вот, ну, можно, в принципе, все равно посмотреть на нашем сайте, сайт cisc.ru, там есть услуги для НКО, для бизнеса и для власти, да, кстати, мы это вот еще отдельная, скажем так, ну, как бы услуги, которые мы осуществляем не столько для НКО, сколько для органов власти, потому что мы давно с ними плотно работаем, и здесь чаще всего это тоже работа с документами, разработка программ по поддержке СУНКО и механизмов, проведение крупных мероприятий, их наполнение для того, чтобы хорошо проходили гражданские форумы, стратегические сессии и все это остальное. Вот, здесь мы работаем на разных территориях и с очень разными, скажем так, заказчиками, но проведение вот таких форумов гражданской активности, вот, последний раз, правда, мы проводили по заказу бизнес-компании, вот, в небольшом районе Иркутской области, фактически мы полностью готовили программу, выбирали экспертов и даже осуществляли организационное сопровождение. Вот, наверное, так. Есть какие-то вопросы? Спасибо большое. Спасибо. Сейчас я гляну вопросы. Но спасибо в первую очередь за... Еще, Мария, мне кажется, что... Вот, может быть, это не совсем даже... Ну, это все-таки можно сказать, что это услуга. Да, во-первых, один тип услуги, что если вы хотите поработать на территориях, с которыми мы работаем, то welcome, тоже мы дадим вам некоторую такую раскладку и информацию по тому, что происходит на территориях. И можем скоординировать, как бы, усилия или сопровождать. Ну, это вот такое координационное информационное сопровождение, даже просто каких-то... Ну, я не знаю, когда, например, начинает заходить какая-то повестка в какой-то регион. Ну, как вот сейчас у нас произошло, там, с Олей Вешниковой, когда мы сейчас работаем, потому что они будут проводить большой там форум, связанный с повесткой ESG. И некоторую вот такую раскладку, где что происходит в регионах, где с кем можно с бизнеса пообщаться по этой повестке, и с кем, с экспертом. Вот мы как бы осуществляем такую помощь. Вот сегодня у меня была вообще странная консультация. Вот мне позвонил банк и говорит, а как бы нам вот попасть на такую категорию, фактически сделать свой промоушен, да? Как деньги сейчас там переводить за рубеж? На каких мероприятиях мы могли бы поучаствовать? Вот. И, соответственно, кроме того, что я записала контакты, я их переправила на центр, там, вон бизнес, дала контакты и сказала, иди туда, потому что вас все равно интересует выдача кредитов, которые нам, может быть, не очень нужны. Ну, то есть вы как бы начинаете являться таким координационным центром и таким связующим звеном и информационным центром по тому, что происходит в федеральной повестке и региональной повестке. Да, спасибо. Спасибо большое. В чате был вопрос про сайт и еще раз назвать организацию. Елена Малицкая, президент фонда Сибирский центр поддержки общественных инициатив и других организаций, входящих в холдинг. Вот. И спасибо, Лен, большое. Ну, вот если говорить о том, что мы знакомимся с незнакомыми сторонами, да, то Сибирский центр у нас главный спец по вопросам оценки, ну, и один из ведущих спецов по вопросам грантовых конкурсов, в том числе разработки документов, администрирования конкурсов и так далее. Поэтому, пожалуйста, вы можете сотрудничать, да, и задавать вопросы, если вас эти вопросы волнуют, и в том числе учиться оценке или отправлять вашей организации, вашего региона, учиться оценке как раз вот в Сибирском центре. Лен, спасибо огромное. А я сейчас хочу предоставить... Можно я еще скажу? Да, там очередь у нас, Лен Павловна. Да, да. Но еще и по вопросам не просто там стратегического развития организации, но это создание коалиций партнеров. Да, да. Мы, конечно, тоже специализируемся еще и на этих вещах. Да, причем не просто специализируются, а жизнь на это, положили жизнь на это, на создание сетей и коалиций, да, и Сибирская сеть – это была самая известная сеть в некоммерческих организациях, и поэтому, конечно, это важное замечание.